Первое, что нужно, оценивать источник. Второе, нужно соизмерять полученную информацию с ранее полученной информацией. То есть, допустим, вот, пожалуйста, конкретный пример. Вот у меня есть, я подписан на портал Newsland. Это классический портал, где моим соотечественникам выкорчевывают мозги с корнем. Вот я получаю подборку новостей оттуда. И первая же новость. Ультиматум. Путин отдает курилы японцам. Первое. Я оцениваю источник. А источник Newsland. Он мне знаком, я знаю, что там занимаются шатанием вертикали. Я твой вертикаль шатал. Второе. Поэтому я сразу, так сказать... Второе. Я соотношу эту полученную информацию с ранее известным поведением Путина по поводу курил. И по поводу территориальной целостности Российской Федерации. Вспоминая про Путаловский район и уши от мертвого осла. И все предыдущие усилия японцев по диалогу с нами с курилами. Проверяю. Да, естественно, наврали. Ну, конечно, наврали. Как же может быть иначе? И так далее. То есть, нужно по информации оценивать источник. Во-первых, всегда. Первое начнется с оцениванием источника. Если информация исходит из газеты «Тайная власть», значит, как бы достоверность ее, в общем-то, весьма сомнительна уже. Если она исходит из портала «Известия», то вероятность того, что информация является правдой, она является уже 90%. Хотя и те могут облажаться. Значит, то есть, достоверность источника. И нужно соотносить информацию с ранее полученной. Всегда. Другое дело, что есть люди, которые сами обманываться рады. Вот, так сказать, по различным мотивам. То есть, как бы, есть люди, которые восторжены, они вот, они живут, живут все в ожидании какой-нибудь гигантской российской победы, какого-нибудь сейчас, ну вот, сейчас живем, они все вот ждут, ждут, ждут. И когда им падает информация, значит, что, так сказать, сенсация. Путин изобрел холодный ядерный синтез. Вот, они, значит, ура, наконец-то, Путин лично изобрел ядерный синтез. Да, я всегда этого ждал, я верил, да. Вот, и вот, значит, у него наступает эйфория, он медленно-медленно опускается. Потом поясняется, что все это вранье, естественно, да. Вот, но человек, он этого не замечает. Значит, у него уже эндорфины все выделились, да. И он за счет этих эндорфинов, он ждет следующей такой же новости. Он дожидается ее. Вот, есть люди, которые, значит, они наоборот, значит, они живут в мрачно-ехидно-злорадном предчувствии скорого конца. Вот, значит, и когда они получают новость о том, что Сечин продал Сахалин японцам. Вот, значит, да, они... Ха! Ха-ха! Я так и знал! Я верил, да, я чувствовал. Кругом измена предателей-враги, да. Вот. Значит, потом выясняется, что это вранье, но этих переживаний, которые, значит, которыми он насыщался, значит, за все время, пока он переживал новость как правдивую, да, ему достаточно для того, чтобы дожиться в следующей такой же новости. Вот. Ну, вот примерно как-то вот так оно происходит. Продолжение следует...